МФТИ. Значит, надо найти ток через резистор R2 сразу после замыкания ключа. Когда мы ключ замыкаем, конденсатор изначально не заряжен, потому что он с ЭДС никак не взаимодействует. И, значит, когда мы ключик замыкаем, конденсатор становится ЭДС, но поскольку он не заряжен, то это ЭДС нулевое. Мы считаем, что здесь ноль ЭДС. Дальше, значит, как мы дальше делаем? Дальше мы ищем сопротивление на общей цепи, так как у нас параллельное соединение. То есть, R2 и R3 параллельно, и они параллельно ЭДС стоят. Значит, здесь у нас будет ЭДС напряжение, здесь тоже ЭДС напряжение, они параллельные. Общее напряжение будет их произведение поделить на сумму, то есть 300 поделить на 40, это 7,5. И общая сила тока на цепи будет R общая поделить на само ЭДС, либо же 2 ампера. После чего у нас из-за параллельного сечения сила тока будет делиться в отношении 1 к 3, где 1 часть будет даваться с наибольшим сопротивлением, а 3 части будет даваться с наименьшим сопротивлением. И так как у нас наименьшее сопротивление на R2, мы делим 2 на 4. Это получается 0,5. Ответ сошелся. Тут 0,5, тут 1,5. Можно сразу было сделать ЭДС делить на R2, а тут ЭДС делить на R1. Дальше, по мере того, как ток начинает идти, конденсатор начинает заряжаться. То есть, на самом деле, через конденсатор ток не идет. Дальше это разрыв у нас в цепи. Сейчас я обратно отмотаю все это. И переходим к пункту 2. Вот сейчас пункт 2 будем делать. Мы считаем, что конденсатор у нас заряжается. Ну, соответственно, он заряжается как? Он идет отсюда. То есть, у него здесь плюс, здесь минус. И сказано, что у него ЭДС на А3. Заряд. Значит, мы его представляем как батарейку с ЭДС. То есть, вот как будто бы он вот так вот стоит. Плюс сверху. Это с минусом. А это ЭДС, получается, как мы записываем? Что ЭДС? ЭДС минус 3 ЭДС. Минус ЭДС на А3. Да, минус ЭДС на А3. Равно. Ну, мы можем контур. Ну, большой контур осиперем, да? Да. И 2. Да? А, и 2 на R. И можно маленький контур взять. Тогда получается просто ЭДС равно R1 на R. Ну, у нас тут второй ток. Пишем. Мы пока не знаем какие токи. Второй. Вот так вот идет. Здесь у нас первый ток идет, да? Вот. А когда длительное время пройдет, конденсатор зарядится до ЭДС. И ток через него как бы, ну, он ни шоу не будет. И, соответственно, тут нигде токов не будет идти. Только ток будет идти вот через R1. Вот так он будет идти. Вот такая вот. А тут ничего не будет происходить. Тут будет просто через R2 тока не будет, будет ноль. И конденсатор будет заряжен до ЭДС. Но вот сейчас мы рассматриваем, когда он ЭДС на 3. Нам надо рассчитать ток, который будет идти через батарею. То есть нам надо найти, в принципе, ток И1 плюс И2. Да. Получается... Давай думать, как считать. Ну, мы можем... Ну, мы можем... Ну, мы можем... Ну, 2,3 ЭДС. Да. Вот давай, смотри. Сделаем 2,3 ЭДС здесь. Здесь ток И2 мы не знаем, зато знаем R. Получается поделить на R. Второй, да? 2,3. И вот тут можно на 3 до множить. Я предлагаю тебе до множить на 3. Потому что здесь R1, и когда мы... Тут же R2 это 30. Как бы, да? А R1 у нас как бы 10 здесь. И когда мы на 3 до множим, у нас тоже получится 30. И мы можем просто это сложить. То есть до множаем на 3 и складываем. Получается, 2,3 ЭДС. Это сколько у нас? ЭДС у нас 15. 15 на 2, это 10. Так, слева. Плюс 15 умножить на 3, это 45, да? Понимаешь, что делаешь? Да. Что делаешь? Равно как раз-таки. Ну... Вот тут 30. 30. Я смогу вынести. И 1, и 2, а это как раз только через батарею. Как раз и батареи пишу. Так, сколько это будет интересного? 45, 55, да, получается? 11, 6. 55, 30, да? Вот мы видим. И можем скатить, как раз-таки, на 5, да? Да. Мы сожди в случае. Ну-ка, смотри. Ну, я такой способ придумал. Что мы просто домножаем на 3 и складываем. Тогда у нас даже 1 торток не надо считать. Ну, если надо, можем рассчитать их. Понял, как делать? Да. Да. Вот. Еще раз. Конденсатор ток не пропускает, он просто перезаряжается с нулевого... До ЭДС. С разности потенциалов до ЭДС. То есть, вот это случай, когда на нем 0, тут когда Е на 3. Ну, и третий случай, на нем будет ЭДС. Ток через Э2 вообще не пойдет. Во всех остальных случаях ток идет.